Конфликты есть? Ну, я выедаю мозг очень здорово, ювелирно. Иногда... Чайная мозг? Нет, иногда просто поварёшкой вот так выгребаю. Вот. Вика пытается, как женщина, это всё сделать тоненько, если есть какое-то замечание. Но это уже какая-то мудрость женская получается. У меня никаких замечаний. Я считаю, что Антон идеален. Вот это, понимаете, проблема. Мы когда познакомились... У меня замечаний к нему нет. Когда познакомились, Вика была, ну, как бы такая очень успешная певица. Это было 17 лет назад. Да, 17-й год мы вместе уже. А я был, ну, какой безработный, нищий, вообще бесперспективный, но очень обаятельный с гитарой. С длинными волосами у её в Инстаграме видео. И я, значит, начал кадрить эту звезду. Всё, значит, как-то вдруг взаимно получилось. И когда дней через пять после нашего знакомства я поехал к своим друзьям, где у меня там хранились вещи, взять бритву, там, ещё что-то. Я приезжал, они меня встречали, как всегда, за стольем, там, что, ну, рассказывай, как здорово мюзикл, там, метро мы в то время вот как раз вместе работали. Я с такой девушкой встретился. Ну, просто невероятно. Одна проблема. Какая? Она думает, я Бэтмен. Вот она думает, что я просто какой-то суперчеловек, там, ну, не видит. Есть песня «Вечная любовь». Что? Пока статус Робина был, ну, который… Да, да, да нет, там вообще ничего не было. Мало того, я и сейчас считаю, что эта женщина… Есть песня, которую очень любит моя тёща. «Вечная любовь». Подожди. И там есть слова «любить до слепоты». Вы понимаете, в чем дело? Когда мы познакомились, просто Антон был очень красивый. У него были длинные вьющиеся волосы, каштановые. Длинные, да? Вот такие вот длинные волосы. Он был накачанный. Он кандидат в мастера спорта по селовому Троеборью. Он был огромный. У него были вот такие плечи. Он был очень хорош собой. Ну, бывало такое.